Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, 18 сентября, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Пшеница в России должна подешеветь. Систему прослеживаемости зерна пробуют в Ростовской области. Опора России заступилась за экспортеров на малой воде. Эти и другие новости далее в выпуске. Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают плавный рост. На прошлой неделе, по данным Совокона, пшеница с протеином 12,5% в глубоководных портах подорожала до 303 долларов за тонну. Компания Refinity в 16 сентября зафиксировала подъем до 305 долларов за тонну в Новороссийске. Добавляет оптимизма и последний тендер ГАСК. Египетская продовольственная компания приобрела на тендере 8 сентября 60 тысяч тонн российской пшеницы. Этот контракт первый с июля текущего года. Пшеница должна быть поставлена в период с 25 октября по 3 ноября. Цена закупки на базе СИФОП Новороссийск – 316,5 долларов за тонну. Эти цены внушительные. Так дорого мы пшеницу еще не продавали. Впрочем, и размер экспортной пошлины продолжает расти. К октябрю он должен дойти до 70 долларов за тонну. На этой неделе в Ростове-на-Дону прошла конференция, организованная Институтом конъюнктуры аграрного рынка и Российским зерновым союзом. Мне понравилось, как на ней выразился Владимир Петриченко, глава компании про зерно. Он сказал, что пошлина устроена таким образом, что она догоняет и бьет по затылку. Интрига в том, успеет ли пошлина дать по затылку нашим экспортерам до того, как они вывезут зерно по этой высокой цене. На фоне растущей пошлины трейдерам придется снижать закупочные цены, полагает генеральный директор Икар Дмитрий Рылько. При прочих равных простые расчеты показывают, что экспортерам в ближайшие дни и недели нужно опуститься закупочными ценами до 15,5 тысяч рублей за тонну CPT без НДС, сказал Дмитрий Рылько на конференции про Черноморское зерно. Проблема для экспортеров в том, что аграрии на юге страны даже по нынешним ценам 16,200-16,900 не готовы продавать зерно, а надо опуститься еще ниже. Бизнес-объединение «Опора России» попросило Минсельхоз пересмотреть правила расчета экспортных пошлин на пшеницу. «Опора России» предлагает умножать ставку пошлины на понижающий коэффициент, если зерно экспортируется через мелководные порты, такие как Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк и Ейск. Кроме того, объединение отметило необходимость вывести из-под действия пошлины нишевые культуры – полбус, пельту, а также твердую пшеницу. С аналогичным предложением выступила и региональный директор компании Агрозанкомодити Сабина Содикова. На конференции «Причерноморское зерно» она отметила, что бенчмарк по пшенице содержит только глубоководные порты, и получается, что экспортеры на малой воде платят ту же самую пошлину, что экспортеры на большой воде. Это несправедливо. Аналитики рынка Содиковой согласились, хотя и назвали идею о разных пошлинах утопической. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что идея противоречит таможенному законодательству. Невозможно, чтобы в разных пунктах пропуска собирались разные по размеру таможенные сборы, если только речь не идет об особой экономической зоне. Ростовская область стала участником очередного пилотного проекта. На аграриях Дона испробуют, как работает новая система прослеживаемости зерна, которая для всей России станет обязательной с января следующего года. Донские сельхозпроизводители стали получать письма, в которых Центр оценки качества зерна предлагает им провести отбор проб зерна, исследовать и внести результаты испытаний в единую систему прослеживаемости зерна. Аналогичные испытания могут провести и филиалы Россельхозцентра. По словам главы филиала Россельхозцентра в Ростовской области Геннадия Урбана, в процессе исследования зерна лаборатории будут определять органолитические свойства, степень зараженности зерна вредителями, натуру, влажность, примеси, содержание протеина, клейковину, ее количество и качество, число падения, стекловидность и другие параметры. После проведения испытаний сельхозпроизводители будут получать из лаборатории документ с указанием класса пшеницы, если речь идет о пшенице, и других качественных характеристик. По информации, которую распространяет Центр оценки качества зерна, этот документ аграрии должны будут предъявлять в пакете с другими документами, необходимыми для транспортировки, дальнейшего хранения и реализации зерновой продукции. Мониторинг зерна будет осуществляться по письменным заявкам сельхозпроизводителей. Друзья, если вы уже поучаствовали в этом мониторинге, пожалуйста, расскажите о том, как все прошло в комментариях. С 1 июля следующего года в России начнет работу еще одна система прослеживаемости. Прослеживаемости пестицидов и химикатов или, коротко, ВГИС ППА. В этой системе придется зарегистрироваться всем, кто так или иначе связан с пестицидами, кто их производит, транспортирует, продает и, самое главное, применяет. С 1 июля текущего года Росельхознадзор уже начал регистрацию хозяйств в этой системе, однако аграрии не проявляют большой активности. Так, к концу августа в Ростовской области, например, в систему было включено всего 1240 юридических лиц. Росельхознадзор призывает всех поспешить. Объем работы большой и сейчас есть время включиться во ВГИС ППА, избежав технических ошибок. Прошлый обзор новостей мы начали с проблемы сельских жителей Ростовской области, которые держат коров. Государственная ветеринарная служба обязала население ежемесячно проводить исследования молока на соматические клетки, сальмонеллез, микробную безопасность. Эти анализы, по нашим сведениям, должны были обойтись каждому двору в районе 750 рублей. И мы никак не могли получить ответа, почему еще вчера этих анализов никто не требовал, а сегодня они стали обязательными. Объяснение удалось найти благодаря пресс-службе губернатора Ростовской области. Оказывается, причина крылась в письме Россельхознадзора от 15 июля 2021 года, в котором ведомство разъясняло, что оформлять документы на сырое молоко могут только государственные ветврачи. К оформлению документов в полном объеме ветврачи приступили только 31 августа. В ГИС Меркурий требуют вносить информацию о результатах лабораторных исследований молока на показатели безопасности. Именно поэтому с ЛПХ стали требовать дорогостоящие анализы. Впрочем, губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил Управлению ветеринарии пересмотреть цены на лабораторные исследования. С 13 сентября расценки были снижены вдвое с 790 до 390 рублей со двора. В пресс-службе правительства отметили, что нынешние цены на уровне себестоимости услуг. Российская говядина дорожает 12 месяцев подряд. В августе цена на мясо КРС достигла 390 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы. Сегодня говядина стоит на 10% дороже, чем в августе прошлого года. А если сравнивать с январем текущего года, мясо подорожало почти на 8%. Минсельхоз не видит в этом проблемы и отмечает, что в целом рынок будет стабильным, благодаря росту производства свинины и мяса птицы. Однако спрос на говядину и баранину не удовлетворен, уточняет эксперт из Российского экономического университета имени Плеханова Ибрагим Рамазанов. Он уверен, что цены на говядину будут расти, если только правительство не вмешается в рынок с попыткой его отрегулировать. Рамазанов отметил, что темпы экспорта говядины растут. Крупным экспортером этого продукта стал Китай, который пережил в прошлые два года серьезный удар от африканской чумы свиней. По данным Росстата, экспорт говядины в январе-августе вырос в 2,5 раза – до 17,4 млн тонн. По традиции закончим выпуск на позитивной ноте. Похоже, Россия смогла протоптать дорожку на рынок Алжира, который до сих пор закупал преимущественно французскую пшеницу. На прошлой неделе Россия отправила в Алжир судно с 30 тысячами тонн пшеницы. Еще один корабль сейчас ожидает погрузки в порту Тамань, сообщил Россельхознадзор. Всего Алжир импортирует около 7 млн тонн пшеницы. Это хороший потенциал для наращивания нашего экспорта. Тому, что Алжир заинтересовался нашей пшеницей, есть несколько предпосылок. Во-первых, импортером смягчил требования в части повреждения зерна клопом-черепашкой. А во-вторых, пшеница во Франции в этом году немного просела по качеству. Так что Алжиру даже пришлось снизить требования по натуре зерна, чтобы французы могли спокойно участвовать в тендерах. Мы пока выгодно отличаемся от конкурентов благодаря нашему качеству. На конференции «Причерноморское зерно» уже упомянутая Сабина Содикова даже высказала оптимистичный прогноз, что во втором полугодии нынешнего сезона мировые импортеры зерна прибегут к нам за качественной пшеницей. И тогда мы будем диктовать условия, невзирая ни на какие пошлины. Дай бог, чтобы так оно и было. На этом наш выпуск завершен. Оптимизма вам, друзья! Увидимся в следующую субботу!